По поводу заявления о том, что правый сектор должен уйти с позиции. Да, наверное, вместе с ним уйдет и президент. Потому что если отсюда уйдет правый сектор, ребята, не делайте этой глупости. Вы просто нас тут оставите и мы все тут погибнем. Но мы постараемся выжить и потом спросить, для чего это было сделано. Поэтому, что ему сказать? Да не уйдет правый сектор, там настоящий патриот. Не уйдет никогда в жизни, я в этом больше чем уверен. Наверное, быстрее мне Майк Тайсон отдастся. Чуть правый сектор уйдет со своих позиций. Ребята, слава Украине! Ну, западу я бы сказал бы... Слышите, Питин хуй лоб. Это правда, но как бы... Видите, что этот карлик натворил у нас в стране. Не надо ему верить и вообще надо, наверное, объединяться. И пускай запад немножко будет умнее нашего руководства. Не будет учиться на своих ошибках. Он уже смотрит на то, что здесь происходит. Все говорят, что не турецкий поезд. Да я сам лично эту трупку переворачивал русских солдат. Поднимали документы, там, РФ, РФ. Я не знаю, то есть, если кому-то еще мало доказательств, что враг у нас на нашей земле, здесь пытается что-то у нас забрать. А в первую очередь забрать нашу боль. Очередной раз нас хочет поставить на колени. Когда я слышу от кого-то... Да вот. Когда придет ко мне повестка, я пойду воевать. Так вот я уже сказал, что еще нужно ждать. Что? Сколько нужно еще умереть наших братьев? Сколько семей должно остаться уже разрушено? Мы, народ, который показал себя уже с такой общей стороны, с которой сами мы этого не ожидали. Сколько еще вот там, вот там вот люди, особенно украинцы, будете там сидеть на этих диванах. Вы уже должны военкоматы идти, ломать двери уже должны. Там уже не должно быть места, где стать. Вообще там должно быть просто коллапс от добровольцев. А мы видим нехватку. Врачей не хватает. Смелых ребят не хватает. Кто-то, если боится воевать, ребята, сколько есть мест, пожалуйста, водите машину. Набирайте телефонные номера, там, обзванивайте что-то, да. Какая-то логистика там в штабе где-то. Слушайте, немерена задача. Кто-то может воевать, пожалуйста, автомат в руки. И с нами, тут, на передке. Кто-то сейчас сидит там на меня смотрит, вы подумайте, трусы вы или кто вы. Потому что вот мы тут стоим. Посмотрите на этих пацанов. Смотрите, вот мы тут стоим. С нами оружие. Все, вот мы здесь. А мы там сейчас. Может быть, уже нашим украинским женщинам должно было, должно было уже давно понять, уже просто, что пора ваших знакомых, друзей, мужиков уже им сказать, слушайте, кто вы, трусы или мужики. Вставайте, идите, давайте. Встанем тут сейчас, блядь, сто тысячной армией. Поверьте мне, блядь. А посрутся там все. Это гарантия. Просто гарантия. Хватит садить и дома, ПТП, и чекать от поля. Сто процентов. Сюда надо ехать. Здесь находятся настоящие мужики. Даже наши друзья-волонтеры. И то без них никак. Они, это наша часть. Никуда. Вообще никуда. Так что господин президент. Не надо отводить правый сектор. Или пытаться этого делать. Или не надо. Просто не надо. Циничные бандеры никуда не придут? Это 100%. Тим, кто придумал, что мы можем здесь пить, хай прийдет сюда, и мы уже здесь не отпустим. Так, кстати, кугуара нет. Какое число сегодня? А уже 27-ое. 20-ое. 30 камер получили вчера. Вдруг.